Общее название наших предков, то есть белокожих людей, называется «раса». «Раса» — это значит «белый чистый изначальный». Отсюда, например, известное латинское изречение «табула раса», то есть «белый изначальный лист». То есть раса может быть только одна, потому что она переводится как «белый». То есть не может быть расы там «желтой», «красной», тем более «черной расы». Русский человек, например, так и называется «Рашен», то есть это раса. Так вот, раса, она обитает на многих солнечных системах этой галактики. И когда полтора миллиарда лет назад наши предки прилетели на эту планету, то раса была представлена четырьмя народами — дарийцами, хорийцами, святорусами и россинами. Основная отличительная черта была — это цвет радужной оболочки глаз. То есть цвет зависел от спектра тех солнц, на которые развивался конкретный этот народ. Значит, дарийцы, они имеют серебряный цвет глаз. Это были командирами космических кораблей, были витязями. То есть это были народ, который представлялся витязями. Значит, до сих пор в народе говорят, что у убийцы со мной цвет глаз. Общепринято такое выражение. Это как раз отголоски отличительных черт дарийцев. Хорийцы, они были учеными, священнослужителями и имели зеленый цвет глаз. Святорусы изначально имели небесный чистый цвет глаз. Они были мастеровыми, которые могли создавать материальное благо или то, что необходимо было для полноценной жизни расы. А россины имели изначально ярко выраженный карий цвет глаз. То есть они были теми людьми, которые обеспечивали для расы взаимоотношения всех четырех народов. Сейчас мы видим, что, например, кореглазые люди, они куда идут? В торговлю, то есть там, где имеется общение между людьми. То есть это как бы их поприще. То есть раса нуждается во всех четырех народах, чтобы полноценно развивалось общество. Значит, необходимо все четыре народа. Так вот, доарийцы и хорийцы являются арийцами, то есть ариями. А святорусы и россины являются сварянами. Когда наши предки прилетели на эту планету, она была еще не заселена другими людьми. Было свое животное царство, растительное царство, но еще довольно бедное, примитивное. И наши предки поселились изначально там, где сейчас находится Северный электромонитный полюс. Тогда был там континент, который назывался Арктида или Арктагея, или Дария, ее по-разному называют. Там был очень мягкий климат, благоприятные условия проживания. И все народы как бы заселили вот этот материк. Потом по договору, эта планета была заселена людьми светом кожи заходящего солнца, то есть это краснокожие люди, то есть майя, ацтеки, наши северные народы. Также по договору здесь была выделена территория людям светом кожи восходящего солнца, то есть это желтокожим народам. Ну это китайцы, японцы, там другие народы. По договору также была выделена территория людям светом кожи мрака. Если желтокожие и краснокожие были нашими союзниками в межгалактической войне, то чернокожие народы, они были на стороне наших противников. Но так как их планета в этой войне была уничтожена, то мы по добродетелю же выделили им ту территорию, которая наиболее им подходила. Потому что если чернокожие народы находятся в естественных природных условиях, то они как дети природы. Но если их вырывают из природных условий, то они демонизируются. Вот наши враги как раз этим воспользовались, то есть навязали им эту технократию и переманили на свою сторону. А мы как бы выделили им свою территорию. Сейчас, к сожалению, надлежащие краски забыли о своем прямом роде, какому народу они принадлежат, и уже поскрещивались. То есть дарийцы, с хорийцами, с тарусами, с растенными. И поэтому ярко выраженный цвет глаз встречается крайне редко. И в результате мы породу свою теряем. Поэтому в будущем мы находимся четыре породы в чистом виде. То есть в этом все заинтересованы. Продолжение следует...